не вскрывать написано мне не вскрывать не вскрывать не вскрывать не вскрывать опасность здесь меньше не вскрывать опасность и написать зонамалия зона мали вот какой у меня пакет значит как вы поняли по названию зооаномалия это по игре какие-то персонажи нашел на marketplace Вот, если хотите, пишите комментарий, расскажи Сопронов, телеги, расскажу, где купил здесь, чтобы не было рекламы, где именно, ну, на маркетплейсе, просто можете набрать фигурки из аномалии, по картинке смотреть, хотите вы или нет. Вот в таком пакете пришло, написано не вскрывать, вот, чего, ИП, ага, понятно, ИП. Так, дальше, давайте смотреть, что за фигурки здесь есть и как они сделаны. Давайте, это, конечно, фигурки по игре, но я не знаю, кто из них кто. Давайте смотреть, какие у меня вышли. Значит, первая фигурка. Выпишите в комментариях, что это за монстры, я что-то так не нашел гайда никакого фандома, я не знаю, почему его нету и без понятия я. Вот, ну, давайте смотреть. Так, значит, первое, это у нас что? Первое, это у нас вот такая вот существа, такая вот существа, сейчас перестерпим, а то у меня мусора здесь будет. Такое вот существо в виде, похоже, Микки Маус на самом деле, да? И вот где у него? Это у него глаза или это глаза? Если это глаза, то это похоже на лягушку. Если глаза вот здесь, то это похоже на Микки Мауса. Вот, такая вот штуковина. Значит, у него есть руки, у него есть ноги и у него, давайте я ближе вам буду показывать, чтобы вам было тоже страшно, как и мне. И у него есть зубищи. Кстати, зубищи текстурированные, то есть, прям я ощущаю, что это зубы. Их прям сделали. Все фигурки, вот видите, они будут вот в таком вот стиле, ну, как бы стиле игры. Также здесь есть и подставка. Подставка и единственное, что я думаю, она встанет на ногу? Да, встанет, смотрите. У нас есть подставка для этого персонажа. Следующий персонаж, который здесь будет. Давайте посмотрим, кто попадется в этой коллекции. Открываем. И это у нас, по всей видимости, страус. Очень странный, конечно. Дизайн у них почти один. Нет, ну, жутковато, да? Согласитесь, жутковато. Так, это у нас страус. Тоже вот с зубищами, с такими, с длинным носом, с такими щенячьими глазами. И на двух ножках такие вот крылья. Либо курица, либо страус. Либо курица. Ну, как страус, большая курица, что тут поделать? Так, вот так с натягом наставим на подставочку. На подставочке он стоит вот так. Хорошо. Следующий персонаж из зоаномалии у нас будут. По масштабам я не знаю, но мне кажется, эта штука должна быть больше. Потому что я, по крайней мере, видел в роликах на ютюбе то, что я смотрел, думал, по этому зоаномалии. Это бабезьяна. 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 Смотрите, а почему? А её что, на руку? Она на руках ходит. И смотрите, она будет у нас в подвешенном состоянии. Прикольно, кстати. О, какая. Ну, жуть. Жуткая жуть, слушайте, я вам скажу. Довольно жутко выглядит эта обезьяна с ушами. Не знаю, какая из них более жуткая. Сейчас проведём опрос, расследование. Пишите в комментариях. И, как видите, нужно будет поставить именно на руку. Потому что отверстие не в ноге, а отверстие в руке. И вот она у нас вот так стоит, как бы возвышаясь. Видите, она как бы на руке, на одной стоит и бежит к нам, чтобы на нас прыгнуть. Так. Следом у нас... Давайте кого-нибудь возьмём вот такого. Интересненький какой-то. Какой-то интересненький. О, а здесь у нас, знаете, нет подставки. Почему? Потому что... Ну, не требуется этому персонажу, по всей видимости, подставка. Потому что это какой-то котик, что ли. Он улыбается. Смотрите, он совсем не жуткий. Он не выглядит жутким. Он выглядит весьма милым, улыбчивым. У него здесь какая-то краска. Она не красится, нет? Вообще они не красятся. И даже не воняют. Вы знаете, это удивительно, удивительно. Я думал, что такие игрушки должны пахнуть. Но они не пахнут, не воняют, ничего. Просто... Ну, вот этот улыбающийся. Ему бы жуткое лицо. Но, может быть, он какой-нибудь... У него есть второе лицо. Может быть, у него есть какой-нибудь еще вид. В общем, он в жуткости здесь проигрывает. Это точно. Так. А, все, я понял. Есть два этих вида. Вот, смотрите. Потому что здесь у меня второй. Второй такой, уже похожий котик. Смотрите, Ка. То есть, они вот, в принципе, да, у них, по-моему, одинаковы. Нет, этот чуть пожирнее, а этот чуть поменьше. Хвостика нету. Ничего нету. Но, если мы повернем его, этот будет, конечно, уже более опасно выглядеть. Да, выглядит такой. У него здесь уже как зубы какие-то или что-то текущее, какие-то глаза. Вот. В игре там нужно что-то ходить с каким-то фонариком, с каким-то прибором специальным. Почему-то они, эти звери, вначале не трогают, а потом как трогают, в какой момент, я вообще не понял. Но, как в это играть, напишите, интересно знать. Так. Следующая фигурка, которая нам здесь попадается, это, не знаю, где-то я прочитал, что это медведь. Медведь, но, мне кажется, это не медведь. Мне кажется, не медведь. Вот такой тонкий, смотрите, с какими ножками модель практически. Короче, может ходить, типа, здесь у него вот это есть тоже установочка на эту. И ушки, видите, такие. Ну, может быть, мишка и... К слову, да, это, мне кажется, похоже больше на мышку, на мишку, нежели вот это. Да, это какая-то реально Микки Маус. А это же, ну, похоже, такой худой, тощий какой-то медведь. Медведь-шатун. Вот. Медведь-арун. Медведь-зубун. Не знаю. Вот, допустим, такой вот этот. Ну, если это не медведь, то, конечно, вы меня поправите в комментариях. Так. Так, устанавливаю его сюда. Вот так. И отставляем. Мы его посмотрим обязательно всю коллекцию. Пока. А пока смотрим на следующего персонажа. Следующего персонажа. И еще потом будет еще. Это персонаж... Зайчик. Это зайчик. Это наш любимый зайчик какой-то. Ну, не знаю, в чем он наш любимый. Короче, это какой-то заяц. Вот. Блин, классно им такие игрушки делают. То есть, они обычно ляпают даже краской тут. А тут как бы задумано, что эти игрушки должны быть как бы обляпаны краской. Поэтому здесь типа идея пришла. И у нас здесь вот такой вот заяц. Если мы его перевернем... Ну, слушайте, он жуткий. Он жуткий. Сейчас надо как-то так, чтобы поконтрастнее вам было. Вот так. Во. Ну, вот так. О-о-о, хорошо. Смотрите, вам видно, да? Зубище его. Зубы здесь текстурированы. Да, тоже. Прям видно, что они выпуклые. Смотрите. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо. Жутко, жутко. Неплохо, неплохо. Слушайте. Такой вот зайчик. Побегайчик. У него тоже есть подставка. Поэтому мы его можем поставить на подставку. Эть. И вот он будет так вот стоять. Подставки только, мне кажется, не идеально центрированные. Но вот зайчику повезло более-менее. Так. И есть у нас еще персонаж. Кто бы это мог быть? Он тоже идет с подставкой, как вы видите. А это кто? А это смотритель, что ли, этого зоопарка? Мы за него играем? Почему? Они все голые, типа, как будто в этой обмазанной штуке. А этот, смотрите, похож на скаута какого-то. У него оранжевая футболочка, оранжевая шляпочка, оранжевое все. Оранжевое. Оранжевых штанов. То есть, он без штанов ходит. Ну, ладно, посмотрим, кто это. Это какой-то, ну, тоже стремный тип. А у него зубы вот не текстурированы. Просто картинка прилеплена. Смотрите. У него просто прилепленная картинка. Вот. Но он тоже может стоять на подставке. На подставке. Давайте посмотрим, как выглядят они на подставке. Сейчас посмотрим на них. Вот. Давайте выставлять. Вот это был у нас зайчик. Это был у нас вот этот котик. Когда они стоят все вместе, мне даже как-то не по себе немного. Единственное, меня успокаивает вот этот чувак. Вот обезьянка и страус. Пускай. Нет, давайте как-то, чтобы они уместились у меня все в кадр. Хочется их поставить. Давай, подвинься, зайчик. Страус будет вот так. Такие персонажи. Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, самый жуткий. Если я где-то ошибся, обязательно меня поправьте в комментариях. И ставьте большие пальцы вверх, если хотите увидеть хоррор в фигурке или по вашей любимой игре. Или вы играли в зоаномалию. Или зоаномалия ваша любимая игра. Или вы любите страшные игрушки и игры. Короче, ставьте по-любому пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok